Добрый день, уважаемые зрители, телеканал Ульяновская правда. Вы смотрите проект «Гость в студии». Сегодня с вами Антон Никонов и герой программы, заслуженный врач Российской Федерации, врач-офтальмолог Валентина Малинина. Приветствую вас, Валентина Викторовна. Добрый день, Антон. Сегодня мы поговорим о важной дате в международной офтальмологии. 6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. За компетентным мнением мы обращаемся к нашему знакомому доктору. Валентина Викторовна, что же такое глаукома? Глаукома – это очень серьезное заболевание. Во-первых, оно хроническое. В чем его серьезность? Оно иногда проявляется совершенно незаметно. Поэтому оно считается опасным. – Врожденное это заболевание может быть или приобретенное? Какие у него есть стадии? – Формы бывают различные. Бывают заболевания врожденного характера, у юношей бывает юношеская форма глаукомы. А в основном это глаукома людей в возрасте после 40 лет чаще всего. И 2% населения примерно болеет глаукомой. И каждый год один человек из тысячи выявляется с заболеванием глаукомой. – Когда она впервые появилась? Это историческое заболевание? Известно ли оно из древних трактатов о медицине? – Да, даже 400 лет до нашей эры уже были случаи с повышенным давлением глаз. Но тогда не было лечения. И то, что давление повышено, определялась просто плотность глаза. И глаз становился с широким зрачком. И рефлекс менялся. Если обычно вообще не видно рефлекса, а в области зрачка была видна субстанция зеленовато-желтоватого цвета. Это вот как раз теперь уже мы анализируем, что это как раз были приступы глаукомы. А тогда иногда свою царицу Афродиту они считали, что она зеленоокая. – То есть, возможно, она была больна глаукомой? – Да. Предполагается так, что она не красивые глаза имела, а больные глаза. Вот. Потом тоже, конечно, развивалось все это. – С ходом истории что-то менялось, уже выявлялись методики, да? – Да. И врачи, арабы и египтяне изучали вот этот вопрос глаукомы. Но что значит изучали? Они просто фиксировали, что бывает внутриглазное давление. Но тогда вот глаукома и катаракта не разделялись. Они считали, что это вместе обычно эти два заболевания. Может быть, так оно и было, потому что повышенное давление приводит к помутнению хрусталика. – А как в те времена определяли давление? Там был какой-то метод особенный? – Нет. Тонометрия, вот измерение давления приборами появилось только в XIX веке. Вот. Тогда уже стали развиваться. И именно исчислять в каких-то единицах стало возможно только созданием тонометров. Ну, это вот середина XIX века. – Какие факторы влияют на развитие глаукомы? Что, вот, какие особенности способствуют этому? – Ну, тут надо, конечно, говорить теперь уже о нашем современном подходе к возникновению глаукомы. Считается, что, конечно, нервно-сосудистый фактор. А вообще, вот, очень четко, конечно, нельзя. Если в норме баланс производства жидкости и оттока из глаза регулируется центральной нервной системой, и остается именно баланс, равномерность. А если этот ритм сбивается, то или отток затрудняется, или вот жидкости производятся больше, она не успевает оттекать. Вот такие моменты. И, конечно, вопрос глаукомы изучается, и поэтому лечение направлено, вот, потом, наверное, дальше поговорим, как можно исправить вот эту ситуацию. Или надо уменьшить производство жидкости, или ускорить отток этой жидкости, чтобы вот как повлиять, опять же, на баланс. – А как она проявляется на первых парах? Ведь много случаев, когда люди даже не замечают, что они уже заболевают глаукомой, и не ощущают, да, фактически, этого внутреглазного давления? – Да, вот это, конечно, самое плохое, потому что у некоторых больных вообще бессимптомно протекает, и они обращаются уже поздно, когда мы видим уже изменение зрительного нерва, и говорим, что уже поздно даже оперироваться. – Ну, какие-то маячки могут уже этому предвещать? – Да, вот я могу назвать. Периодически затуманиваю перед глазами. – Ну, чаще, может, по утрам бывает. Когда смотрят на свет, источник лампы, солнце, радужные круги могут появляться. Иногда немотивировано слезотечение. Вот анатомически всё правильно устроен орган зрения, а у человека избыточное слезотечение. Так, ухудшение зрения, естественно, и сужение полей зрения. – Ухудшение вдали, вблизь или в какие-то определенные? – Ухудшение зрения вдаль. А вблизи, это, в общем-то, по возрасту ещё, раз эта болезнь у нас после 40 лет бывает, то там естественное ухудшение зрения, если это была нормальная рефракция. – А можно ли окончательно ослепнуть, если вовремя не обратиться за помощью и в запущенном состоянии узнать о глукоме? – Да, к сожалению, таких случаев мы имеем немало. – И оперативное вмешательство тоже не даёт результата? – В это время уже нет. Если атрофия зрительного нерва наступила, то уже обратной дороги к зрению нет. – То есть, конечно, нужно на первых порах, когда есть вот такие вот незначительные симптомы, помутнения, какие-то тоже там мушки, наверное, да, тоже в глазах, которые тоже могут быть, уже стоит обратить внимание и стоит человеку задуматься о том, что нужно посетить офтальмолога и проверить свою, в первую очередь, глазное давление. – Мы, офтальмологи, рекомендуем, даже если нет жалоб, то всё равно проверять своё зрение. Вот люди не замечают, когда они теряют зрение одного глаза, потому что дома они не практикуют посмотреть правым или левым глазом, прикрывая один из глаз. А если бы они этого делали, вот так, даже домашней проверкой, сравнивали бы своё зрение и зная, что молодость хорошо видела, то они бы имели повод обратиться к врачу. Поэтому, даже если нет никаких жалоб, нужно после 40 лет ежегодно осматриваться у офтальмолога, а чем старше становится, два раза в году нужно посмотреться. И вот повышенное давление может быть выявлено, а особенно если какие-то есть предрасполагающие моменты, типа сахарный диабет, какие-то другие осложнения, ревматизм, ну и другие заболевания. – А, тогда вот такой вопрос. Что относится к видам профилактики? Как вот можно, допустим, предотвращать на первых порах, когда, допустим, не требуется ещё хирургическое вмешательство, когда, может быть, даже не такая уж нужна интенсивная медикаментозная терапия, может быть, какие-то физические разгрузки, упражнения, как-то это имеет место быть? – Нет, если врач заподозрил глаукому и некоторое время, наблюдая, всё-таки утвердился в этом диагнозе, то надо начинать медикаментозное лечение. Всегда начинается с медикаментозного. Оно, вот как я уже сказала, направлено или на усиление оттока, из глазожидкости, или уменьшение продукции этой влаги. Если это не помогает, но наблюдение можно провести, но за давлением же мы смотрим, если давление остаётся повышенным, не снижается достаточно хорошо, тогда ставится вопрос в операции. Операции бывают различные. Или это хирургическое вмешательство, или это лазерное вмешательство. Лазерные у нас операции в России с 1973 года. Вот Краснов разработал лазерные аппараты для вмешательства при глаукоме. А скажите, ну всё-таки, вот понятно, что вы говорите о том, что медикаментозное лечение на первых порах применяется, но я знаю большой пласт людей, которые скептически относятся вообще к медикаментозным техникам, так скажем, и пропагандируют всевозможные физиотерапевтические методы. Вот даже сегодня я нашёл такие очки, так скажем, противоглаукомные. Они у меня были дома. Значит, кто-то когда-то из родственников, может быть, или страдал глауком, или заподозрил её. И вот при таком ношении считается, что зелёный фильтр способствует разгрузке. То есть, глауком ещё влияет на светоощущение. И даже я прочитал какие-то статьи, что рекомендуется зелёный фильтр больше, чем обычные затемнённые очки, когда очень яркое солнце, даже здоровым людям. То есть, это способствует меньшей нагрузке на глаза. Так ли это? И вообще, вот эффективна ли такая методика? Носить очки при глаукоме с зелёным фильтром можно. Так же, как и, может быть, с другими желтоватыми фильтрами, слабокоричными фильтрами. Но это, естественно, не лечит глаукому. Это создаёт условия большей комфортности для пациента. То есть, это как одна из видов просто дополнения к основному лечению. И никакая, конечно, физиотерапия предотвратить глаукому не может. Магнитотерапию мы включаем в лечение, потому что, в общем-то, магнит понижает артериальное давление и также внутриглазное давление. Вот применять это можно. Ну, конечно, не только, а в сочетании с медикаментозной терапией. Да, да, да. И даже общей терапией. Вот к вопросу как раз об общей терапии. Влияет ли питание на глаукому и связано ли это заболевание ещё с какими-то внутренними органами, не только с глазами, может быть, там, с органами пищеварения, сердечными, там, сосудистыми? Или это типично просто вот только глазное заболевание? Сосудистыми, да. Нет, это нервно-сосудистая, поэтому, конечно, как-то вся сосудистая система организма влияет и на это. И при сахарном диабете наиболее часто встречается глаукома, чем у другого населения, не болеющего сахарным диабетом. Так что сахарный диабет – это тоже сосудистые заболевания. Ну, естественно, начинается с панкреаса. Ну, а питание вообще как-то влияет? Нужно соблюдать какую-то диету, какие-то там особенные предпочтения? Соблюдать, да, рекомендуется, рекомендуется. Меньше употреблять солёного, копчёного, жареного, там и так далее. Овощи и фрукты в любом количестве, в любом варианте можно. Ну, а всем нам известно, допустим, поедание моркови, черники, способствует это разгрузке? Или это просто даёт самовнушение людям? Это, скорее всего, самовнушение, потому что не надо заменить. Вот таблетки не заменишь каким-то количеством ягод или моркови. Нет, это не имеет значения. Вот такой у меня к вам вопрос. Вы являлись инициатором открытия глоукомного кабинета на базе областной больницы в ту пору, когда вы были заведующим офтальмологическим отделением, были главным офтальмологом Ульянской области. Скажите, что значил этот кабинет для нашего населения, для Ульянской области? Какие у него стояли цели и задачи? Действует ли он сейчас? И вот давайте поговорим об этом. Да, мне пришлось разрабатывать, почему возникла необходимость. Потому что всё-таки глоукомы страдает большое количество населения. Надо области было помочь. И мы решили выделить отдельный приём, отдельный кабинет со своими задачами, со штатом, оборудованием и прочее. Это было очень важно. Поэтому в 2000 году такой кабинет был создан. То есть он фактически в этом году отмечает юбилей 20-летний? Да, совершенно так. Правильно. Отмечает юбилей. Ну и почему нужна была такая работа? К нам направляли больных с подозрением на глоукому. Мы могли провести именно обследование на глоукому. То, что просто на приёме, это было сделать сложно. У нас было на это больше времени отпущено. И какая-то специальная техника, наверное, была? Или методы диагностики? Ну методы диагностики, да. Ну в основном это измерение давления, там проведение различных проб для выявления. Тогда было только вот это. Сейчас, конечно, с развитием опять же офтальмологической техники и новых методов, появление новых методов исследования, в частности зрительного нерва, очень весомо. Так что вот этот глоукомный кабинет, который называется теперь центром, глоукомным центром преобластного. Он также действует, так же функционирует. Он действует, он успешно действует. Возглавляют его хорошие врачи, грамотные и прочее. И дополнительное исследование помогает на более ранних стадиях поставить изменение зрительного нерва. Потому что больной еще не жалуется, он ничего еще не замечает. А техника позволяет уже выявить оптическую нейропатию. Потому что какие-то волокна зрительного нерва подвергаются уже разрушению, изменению. Ну то есть атрофии. Атрофии. И вот это помогает нам выявлять. А были ли когда-нибудь такие прям необычные случаи больных вот с глоукомой, которая проявлялась нестандартным методом, когда именно придя вот в ваш глоукомный кабинет, человек приехал из области, где ему местный офтальмолог, да, допустим, не мог точно поставить вот какое-то заболевание, а именно в глоукомном кабинете, в центре, можно было вот достоверно поставить какое-то заболевание и открыть для себя необычного пациента. Необычность, вот я рассказывала, что необычно это когда нетипично, не в том возрасте, в котором привыкли мы видеть глоукомных больных. Вот такие моменты бывают. Надо, конечно, всегда расспрашивать анамнез, очень хорошо собирать анамнез. Если у кого-то в каком-то поколении была глоукома, то уже у следующих поколений всегда может быть она. И поэтому, вот поговорив с пациентом очень подробно, мы выявляем. Или какие-то другие заболевания, которые могут способствовать повышению внутриглазного давления. Вот такого вот плана должна быть работа. В одном из ваших интервью я тоже слышал, что молодым родителям нужно обращать внимание у новорождённых, когда очень крупные глаза, что это не есть хорошо, что это такой вот прям вот замечательный ребёнок с глазами. И стоит насторожиться, да, чтобы посмотреть и провериться. В первую очередь у офтальмолога не является ли это врождённой формой глоукома. Да, на это нужно обращать внимание. Действительно, красивые крупные глаза, это не всегда хорошо, как вы сказали. Вот, поэтому сейчас хорошо, конечно, на первом году жизни ребёнка осматривают несколько раз. И, конечно, офтальмолог, ну, детский офтальмолог в данном случае будет смотреть. Обязательно обратить на это внимание. Увеличина глаза, потом пальпаторно проверяется, а при необходимости под наркозом измеряется давление у ребёнка. А во-вторых, осматривается ведь зрительный нерв, может быть, там уже атрофия зрительного нерва, так тоже можно родиться. Уже с такой патологией. Да. И вот глоукома детского возраста, она лечится только хирургическим путём. И чем раньше сделана операция, тем лучше. Именно, не только лучше, это спасает его зрение. Валентина Викторовна, как вы относитесь к тому, что этому заболеванию уделяется особое внимание, вот, в частности, 6 марта уже признан Всемирным днём борьбы с глоукомой, что Всемирная организация здравоохранения проводит всевозможные лекции, встречи, беседы с пациентами, с предрасположенными к этому заболеванию больными. Стоит ли об этом говорить, стоит ли информировать население, что могут быть риски с возрастом или с какими-то факторами жизненными развития вот такого заболевания, как глоукома? Конечно, это очень хорошо, что уделяется внимание этому заболеванию. Это ведь заболевание одно из самых тяжёлых, самых распространённых по тяжести и по инвалидности. Вот, например, даже по данным Института экспертизы по инвалидности, 25%, 24-25%, то есть четверть больных имеют инвалидность по глоукоме. Потом 70 миллионов в мире болеют глоукомой. И одна десятая часть из них уже слепые от глоукомы. То есть это уже неизбежно. Так что эта проблема очень серьёзная. Поэтому очень хорошо, что и в нашей области имеется вот этот глоукомный центр. Это такое весомое как бы достижение, которое очень... Конечно, конечно, это как достижение было, когда мы создавали... При котором непосредственно вы были у истоков, у оснований. То есть вы, можно сказать, передали для будущих поколений, для будущих наших и молодых, и взрослых пациентов вот такое вот новшество. Да, и вот эти современные наши врачи, которые работают в глоукомном центре, они часто пишут материалы в газету, выступают по радио, рассказывают... А они как-то, вы вот в курсе, общаетесь вы с ними или нет, повышают ли они как-то квалификацию, ездят ли они на какие-то форумы? То есть они идут в ногу со временем? У нас передовой этот кабинет, он соответствует всем новым стандартам и нашим, так скажем, пациентам Ульянской области можно с уверенностью идти именно в наш глоукомный центр, а не выбирать какие-то альтернативы в других регионах. Наши ульяновские офтальмологи посвящают все мировые конгрессы, съезды, конференции, да-да-да, посвящают, поэтому на них надеяться можно, они работают хорошо, эффективно. И можно быть уверенным, что наши офтальмологи могут диагностировать и грамотно предоставить информацию. Ну, я считаю, что офтальмология у нас одна из передовых направлений медицины в нашей области. Очень здорово. Совершенно небольшое расстояние разделяет празднование Всемирного дня борьбы с глоукомой от Международного женского дня. Этот праздник, можно с уверенностью сказать, в вашей семье тоже профессиональный, поскольку я знаю, что у вас в семье много замечательных женщин, девушек. Расскажите вот об особенностях. Как вы справляете 8 марта? Объединяетесь ли вы все вместе? Или у вас есть какие-то другие особенности? Вот хочется про это тоже поговорить. Да, семья наша дружная, большая. И, конечно, мы не только 8 марта. 8 марта может быть в особенности. А все праздники собираемся. У нас гостеприимный дом зятей и дочери. Вот мы всегда там собираемся чаще. Может, вы в этот день готовите какие-то особенные блюда, которые все ждут? Я хочу сказать, что 8 марта обычно приходят ко мне. Цветы, подарки и так далее. Все мы хорошо настроены должны быть и хорошо провести этот праздник. Что у вас на столе в этот день? Ну, на столе. Всякое вкуснятие надо. То, что кому что нравится. И, конечно, торт приготовленный дочерью. Ой, ну замечательно. Это очень здорово. То есть такая особенность есть. Да, особенность такая есть. А вот хочу еще сказать, что 8 марта – это праздник для женщин и головная бой для мужчин. Мне это самому очень знакомо, потому что приходится выбирать подарки своим родным женщинам, коллегам, друзьям. Вот как мужчины в вашей семье справляются с этой обязанностью? Какие, может быть, вы запомнили необычные подарки, которые вы до сих пор помните? Или это традиционно цветы, конфеты? Как вот вообще? Какие дарения? Ну, цветы, цветы духе – это, конечно, может быть традиционно. Но необычно можно подарить поход в театр, на концерт. Вот это, по-моему, высажено. Эстетическое такое удовольствие. Да, да, да. Очень здорово. Кстати, мы еще и книги дарим друг другу. Иногда, ну, интересно. Тем более, вот сейчас уже внучка, которая, правнучка подрастает, про которую мы говорили. Ну, мы с вами на нее повлияли, и она собирается у меня на медицинский факультет. Да, да. Сейчас уже начала изучать анатомию человека, хотя и 15 лет, но... То есть, уже интерес появился. А как вас поздравляют ваши пациенты? Я знаю, что вам даже посвящают стихи, тоже есть такие примеры. Вы какие-то есть? Вот, ну, я думаю, это не обычная форма поздравления. Может, еще есть какие-то запоминающиеся подарки? Ну, бывает поздравления через газету. Разные газеты – это тоже не всегда обычным, обычным нельзя назвать. Да, были, конечно, и стихи. Ну, то есть, пациенты все равно есть благодарные, которые вас вспоминают. Пациенты, звонков много. Очень много звонков. Звонков много, да. Теперь уже форма СМС даже, СМС, звонки. Поздравляют и коллеги, и пациенты. Я хочу показать вот такую вот картинку, замечательную и нашим зрителям, и Валентину Викториновне. Вот так вот несколько десятилетий назад, да даже не одно десятилетие, счастливые дети поздравляли своих мам, бабушек с праздником 8 марта. Кто-то готовит какое-то, может быть, интересное блюдо, кто-то моет посуду, убирается по дому. Но жизнь не стоит на месте. 21 век приносит нашим детям обилие гаджетов, обилие всевозможной техники, смартфонов, телефонов, компьютеров. И, конечно, сейчас вряд ли наши дети способны вот таким незатейливым способом поздравлять своих мам и бабушек. И хочется спросить ваше мнение, ваше пожелание нашим женщинам, мамам, как вот влиять на своих детей, как влияют вообще информационные технологии и гаджеты, которым пользуются маленькие дети. Стоит ли как-то с ними беседовать, стоит ли на это обращать особое внимание и находить счастье и в мелочах жизни, которые окружают нас повсеместно, повсюду? Не совсем понятно. Ну, я имею в виду то, что мы живем в век информационных технологий, когда дети с маленьких лет уже обеспечивают и огружают себя всевозможной техникой. И когда забываются классические формы общения людей. Вот как убедить молодых родителей, особенно мам, дать понять своим детям, что это не главное в жизни, что есть другие мелочи, на которые стоит обращать внимание? Методы мировоспитания, мировообщения. Потому что все равно человеческое общение нельзя заменить нашим машинным, техническим общением. Бывает, сейчас дети такие, что трудно их, конечно, даже привлечь к разговорам. Вот я к тому и говорю, что трудно удивить чем-то, чтением книги, допустим, или еще что-то. Ну, все равно, читать как раз надо действительно вместе научить ребенка. И читать обычные книги, а не гаджеты. Конечно, конечно. То есть классическую книгу. Читать обязательно с красивыми картинками. Ведь сколько было красивых книг издано. Конечно, нужно общаться больше с детьми. Хотя бы, наверное, по часу в день именно разговаривать. Так вот я про то и говорю. Потому что вот эта картинка, которую я показал, допустим, сейчас у нас появились посудомоечные машины. Когда дети уже с рождения не знают, что такое мыть посуду. Своими руками. Своим трудом. Есть всевозможные также техники по чистке обуви. Там по еду вообще можно готовую покупать, заказывать по интернету с доставкой и так далее. Вот мой вопрос заключался в том, что как молодым мамам уберечь своих детей от этого влияния. Я не скажу, что оно дурное. Это передовое влияние. Мы идем ногу со временем. Да, это имеет место быть. Это наша жизнь. Но как все-таки вот совсем не уйти в эту сторону цифровизации и как-то классическим методом привлечь? Вот какой-то ваш житейский опыт? Просто нужно с ребенком общаться и все, что ты сам умеешь делать, передать ему. И чтобы он потом не удивлялся, что такое бывает, что это возможно. Мне кажется, только вот так. А это хороший контакт со своим собственным ребенком. Ну вы со своими внучками-правночками. Контактируете постоянно? Конечно, они все умеют. Вы развиваете очень интеллектуально. Стирать руками они умеют. Прибирать квартиру они умеют и мне помогают. Вот. Так что все это есть. Питание в кухне они тоже могут участвовать. То есть это для них не диво. Для них это не удивительно. Это все надо уметь делать. Зная, что можно действительно и заказать пиццу. А можно ее сделать. И дома, наверное, гораздо это и вкуснее, и интереснее. Ну да. Замечательно. Пиццу в свое время мы делали с внуком. Всей семьей. Да, он очень хорошо делал ее. И потом в итоге стал профессионалом в этом производстве. Да, потом профессионалом стал, да. То есть все, ничему они не чужды. И современные, и все знают. Ну замечательно. Я желаю вам, вашим пациентам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, зоркого ока, семейного уюта и тепла. А также вам, наши уважаемые зрители, особенно девушки, женщины, мамы, бабушки. Я также желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам радостных дней. И поздравляю с наступающим праздником. Самым теплым, самым нежным весенним днем. Международным женским днем, 8 марта. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. Нам всегда есть, что вам рассказать.